Всем привет! Я уже очень давно не снимала видео о том, как путешествовать самостоятельно. Вот решила исправиться и снова начать публиковать цикл видео, которые будут полезны путешественникам. Сегодня продолжаем транспортную тему и на очереди обзор сайта BlaBlaCar. Это сайт для тех, кто не хочет переплачивать за проезд к месту назначения. И сегодня я хочу не просто сделать его обзор, а рассказать о том, какие ожидания есть у тех, кто собирается воспользоваться этим ресурсом. И оправдываются ли эти ожидания, с какими проблемами сталкиваются люди и так далее. То есть разберем все по полочкам. Давайте начнем. Я уже открыла на экране своего компьютера данный сайт. Суть его заключается в следующем. Есть огромное количество водителей на своих автомобилях, которые собираются отправиться в поездку. Из одного города в другое. Неважно из какого и неважно в какой. База очень большая. И есть огромное количество людей, у которых нет своего транспорта. И которые не хотят платить за проезд, скажем, на поезде или автобусе. Это неудобно или дорого. Либо они просто за активное общение. И смысл заключается в том, что водитель на данном ресурсе публикует свое предложение подвезти пассажиров. В данном случае водитель, конечно же, не озолотится. То есть он в лучшем случае отобьет дорогу. А в худшем случае просто частично компенсирует свои затраты. При этом проведет время в компании совершенно незнакомых ему людей. Каким образом все происходит? Ну, во-первых, на данном сайте необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно разными способами. Первый способ – это зайти через соцсети, ваш фейсбук либо контакт. И второй способ – это зарегистрироваться на данном сайте. Конечно же, лучше зарегистрироваться на сайте и уже пользоваться им по полной программе. Но в любом случае выбор вам предоставляется. Как вы понимаете, сайт рассчитан на пользование с двух сторон. То есть со стороны пассажира и со стороны водителя. И мы, собственно, этот вопрос тоже будем разбирать с двух сторон. Если у вас есть свой автомобиль, вы можете предложить свою поездку. Как это выглядит? Вы набираете место отправления, место назначения, даты и промежуточный пункт. Зачем нужен промежуточный пункт? Допустим, вам предстоит долгая поездка. И вы хотите поехать, ну, не знаю, из Санкт-Петербурга в Латвию через Эстонию. Так вот, если вы укажете промежуточный пункт, то, возможно, вы найдете себе пассажиров, которые доберутся с вами до Эстонии. Там вы их высадите. И дальше к вам присоединятся пассажиры, которые хотят отправиться из Эстонии в Латвию. То есть вы значительно расширяете свои возможности по подбору попутчиков. Для этого нужен, собственно, данный промежуточный пункт. После того, как вы выбираете даты и место, дальше вы можете описать вашу поездку. То есть написать, какие ограничения вы вводите для вашей поездки. Например, неприемлемо, чтобы люди, которые путешествуют с вами, курили. Теперь поговорим о том, каким образом, если вы пассажир, вам отправиться в путешествие. Выбираем Санкт-Петербург. И куда мы поедем? Давайте поедем в Ригу. Когда мы поедем? Допустим, в эту субботу. Найти поездку. Не очень показательный пример я выбрала. У нас есть всего лишь одна поездка. Есть всего лишь одно свободное место. Но давайте откроем данную поездку. И я покажу вам, как выглядит уже заполненная водителем информация. То есть вот откуда мы отправляемся, куда, во сколько. Что можно взять с собой. Это, кстати говоря, один из таких моментов, которые приводят к конфликтным ситуациям. То есть, допустим, пассажир увидел необходимую ему поездку. Его устроила цена. Он быстренько-быстренько все забронировал. И дальше водитель не посчитал нужным созвониться с пассажиром. Пассажир не посчитал нужным связаться с водителем. И в результате, не прочитав условий поездки, пассажир приходит на место встречи с гигантским чемоданом. При этом у водителя указано в условиях, что багажник машины будет занят полностью. Ну и возникает, соответственно, истерическая ситуация. Потому что, возможно, пассажир собирается поехать в аэропорт и так далее. Ну, соответственно, очень неприятно все это. Поэтому нужно обязательно читать, что именно указывает водитель. Еще здесь указывается максимальное количество пассажиров на заднем сидении. Это вообще очень важный и принципиальный момент. И с этим тоже связаны конфликтные ситуации. Одна из таких ситуаций, когда человек увидел, что на заднем сидении едут два пассажира, спокойненько бронирует себе место. Приходит на место встречи, а сзади три пассажира. А ехать ему 2000 километров. Ну, естественно, это вызывает огромное негодование пассажира. Он обращается к водителю и говорит, вы меня обманули. Водитель говорит, нет, я вас не обманывал. Произошел сбой, на бла-бла-кар что-то сглючило. В последний момент кто-то забронировал. Так получилось, уже ничего не изменить. Ну и дальше вам принимать решение, либо отказываться от поездки, либо 2000 километров на заднем сидении в скрюченном состоянии ехать втроем. Причем есть еще один такой интересный момент. Если, допустим, вы девушка, а с вами едут четыре незнакомых молодых человека. Может возникать много неловких моментов во время дороги, которые не всегда любят. Именно поэтому здесь есть такая функция только для женщин. Мы не будем ее пока нажимать. Мы к ней вернемся позже. Просто пришлось к слову. Итак, что мы здесь имеем? Здесь у нас указаны как раз промежуточные пункты. То есть кто-то отправляется только до Риги, кто-то может поехать дальше. Здесь указаны данные водителя. Вы можете изучить его стаж вождения. Можно ли с животными путешествовать. Это тоже важный момент. Также посмотреть отзывы других пассажиров об этом водителе и посмотреть, собственно, на каком автомобиле вам предстоит поездка. Это очень удобно. И это обязательно нужно изучать. Итак, а теперь все-таки нажмем на кнопочку только для женщин. Ну и, соответственно, мы здесь видим, что вы можете выбрать поездку чисто в женском коллективе. Теперь хотела сказать несколько слов об ожиданиях водителя. Итак, в каком случае водитель вообще пользуется данным ресурсом? Как мне кажется. Если я не права, если вы со мной не согласны, обязательно напишите в комментариях, какие цели преследуете вы при этом. Какие ожидания есть у водителя, когда он ищет себе попутчиков? Ну, во-первых, конечно же, если это молодой и неженатый человек, то он наверняка хочет путешествовать в компании симпатичных девушек. Возможно, даже найти свою избранницу среди них. Это достаточно распространенный вариант, когда молодые люди не против подвести красивых девушек. Ну, собственно, и самый ожидаемый. Дальше. Если человек делает это не с целью с кем-то познакомиться, что тоже очень часто бывает, как вы понимаете, а просто ему это удобно, ему выгодно отбить затраты на бензин. Он знает расход топлива на своем автомобиле, знает, сколько километров он проедет, сколько потратит на бензин и сколько возьмет со своих попутчиков. У него все рассчитано и разложено по полочкам. И такой человек, я думаю, предпочитает в своих попутчиках видеть деликатного, скромного человека. Неважно, мужчина это будет или женщина, но чтобы этот человек создавал как можно меньше неудобств по дороге. Желательно, чтобы его не укачивало. Он не просил лишний раз остановиться, чтобы посетить удобство. Ну и так далее. То есть такие попутчики, естественно, приветствуются. Ну и третий тип попутчиков, которые, я считаю, очень приветствуются среди водителей, это попутчики с хорошим чувством юмора. Конечно же, приятно слушать музыку в дороге, но еще приятнее, когда можно поговорить с умным человеком, у которого есть чувство юмора, тогда дорога пройдет незаметно, налегке и на позитиве. Вот такие вот ожидания у водителя. Ну, по факту, как вы понимаете, ситуации бывают разные, один другого не понял, и в результате возникают конфликтные истории. Кроме багажника животных и курения, еще стоит отметить такой момент, как выбор маршрута. То есть, например, возникают конфликтные ситуации, если водитель объезжает платные дороги, при этом затрачивает больше времени на проезд, а пассажир очень возмущается и не хочет, чтобы водитель это делал. Но здесь, мне кажется, нужно учитывать тот факт, пассажирам быть немножко лояльнее, потому что все-таки правило клиент всегда прав для данного ресурса. Но я бы не сказала, что подходит, потому что здесь водители не зарабатывают, не обогащаются, а, соответственно, оказывают вам услугу, можно сказать, частично на добровольных началах. И, соответственно, от пассажира, от клиента должна быть реакция тоже соответствующая. Если с вас не взяли много денег за дорогу, если водитель даже не отбивает свои расходы на бензин, то почему он должен тратить деньги на платные дороги, на проезд по ним? Либо оговаривайте заранее маршруты, если вас не устраивает, то не отправляйтесь в эту поездку. Либо доверьтесь вашему водителю и путешествуйте по маршруту, который удобен ему. Ну, если, конечно же, все было заранее оговорено в правилах. Есть еще один очень неприятный момент для водителя, который... То есть мы поговорили об ожиданиях, а теперь хочется сказать о реальности. То есть цель-то водителя, собственно, отбить затраты на бензин, либо часть затрат на бензин. При этом возникают ситуации, когда с пассажиром все договорено, он отметился в системе, но он не приходит на место встречи, к моменту отправления не появляется, не отвечает на звонки, вносит водителя в черный список и пропадает. Это очень неприятная ситуация. Она неприятна водителям, она оставляет неприятные впечатления о людях. Поэтому уважайте друг друга и, конечно же, так не поступайте. Почему эта ситуация становится возможной? Все дело в том, что данный сервис не предполагает предоплаты. То есть вы оплачиваете деньги непосредственно во время поездки водителю. Никакие предоплаты с вас водитель не имеет права брать. Это противоречит условиям данного ресурса и водителя могут исключить из базы. Поэтому всегда есть риск того, что человек передумает, не предупредит, не отменит поездку, а просто не придет. Ну и данный ресурс, конечно же, очень удобен тем, что здесь есть мобильные приложения, здесь есть поддержка, различные партнеры. Можно выбрать поездку и если на ваши даты ничего нет, то вы можете включить оповещение и вам придет на почту информация, когда поездка по вашему направлению появится. Ну, соответственно, много функций у данного ресурса. Целью моего видео было не совсем рассматривать все функции, потому что сайт на русском языке, вы легко разберетесь в этом и без меня. Я хотела именно поговорить о том, какие проблемы и сложности возникают при пользовании данным ресурсом и чтобы хотелось, конечно же, друг от друга получать водителю и пассажиру. Ну, на этом я заканчиваю данный обзор. Я очень прошу вас написать в комментариях ваш опыт использования данного сайта. Если вы путешествовали в качестве водителя или пассажира, будет очень интересно узнать, что по этому поводу думаете вы, удобно ли было вам, с какими проблемами вы сталкивались. В общем, любая информация будет полезна, даже не мне, а она будет полезна зрителям моего канала, которые прочитают ее, сделают выводы, ну и, соответственно, будут терпеть меньше неприятных моментов в своих путешествиях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал Авиамания, ставьте лайк. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.